Всем привет! Это видео будет небольшое, но максимально информативное и посвящено оно будет тематике компенсаторика. Кто следит за моим каналом, знает, что я уже не первый день говорю на эту тему. Причем самое главное, что хочу сказать, ту информацию, которую я вам сейчас дам, вы ее мало где сможете найти в бесплатных ресурсах. Как правило, астрологи о ней говорят или на консультациях, или на обучении, просто об этой информации мало где разговаривают. И первое, что такое компенсаторика, это то, какие конкретно вам совершать действия, чтобы ваша жизнь стала лучше, красочнее, финансовее, внутреннее состояние наладилось. Там много очень аспектов, на что компенсаторика может влиять. Но мы сегодня затронем такую одну очень небольшую часть, мы поговорим про солнышко. Почему про солнышко? Потому что те, кто даже не знаком с астрологией, знают свой солнечный знак, да, там 1 сентября это девы, 1 февраля это водолей. И именно поэтому мы поговорим про то, как конкретно вам, какие совершать действия вашему солнечному знаку, для того, чтобы у вас стало больше энергии. Причем, работает солнце в плюс или в минус, я об этом записала в видео. Кто подписан на канал, вы просматривали эти видео и знаете уже, как определить, работает ваше солнце в плюс или работает в минус. Но даже если оно работает в плюс, я все равно вам рекомендую иногда пользоваться этими правилами, чтобы вашей энергии становилось еще больше. Причем, эти действия, они могут показаться вам такими какими-то простыми, но по факту, именно из вот этих простых действий, привычек и формируется наша жизнь. Еще могу другой пример привести. Есть практики, зарядить кошелек, да, там, чтобы появились деньги. Это есть те же самые практики, только эти практики, которые вы делаете с чем-то, и вы не особо задействуете там свою энергию, вы не вводите какую-то новую привычку. То есть они, эти практики не настолько сильно работают, насколько сильно работает именно внедрить в свою жизнь какую-то привычку. То есть это реально, вы что-то новое в свою жизнь вводите. Поэтому рекомендую вам те действия, которые я вам скажу, взять на заметку и периодически их совершать. Начну с рыбок, так как те знаки зодиака, которые у нас крайние самые, они все время говорят, да почему мы все время в конце, приходится ждать конца видео. Вот, поэтому я решила сегодня начать с рыбок. Чтобы восстановиться рыбкам, очень важно оставаться наедине. В целом, точка уединения рыбок, она очень сильно восстанавливает. Также будет хорошо прогуляться по лесу, послушать классическую музыку, заняться медитацией, заняться благотворительностью. Главное, совершить именно какой-то духовный акт, чтобы это было связано не с чем-то материальным, а именно с духовностью. Следующие у нас идут водолеи, и водолеи это знак будущего в астрологии. Поэтому очень хорошо вас восстанавливает все, что связано с социальными сетями. Переписка, поиграть в компьютерные игры, может быть, все, что связано с компьютерами, покупка гаджетов. В качестве увлечения очень хорошо будет заняться какой-то наукой, та наука, которая вам откликается. Самое главное, все время повышать свои знания. Для козерога очень важна структура. И когда я всем козерогам советую завести блокнотик, они так на меня смотрят, там есть там какое-нибудь другое действие, ну что-нибудь посерьезнее. Ну не обращают внимания на серьезность этого действия. На самом деле, когда козерог начинает записывать, все записывать, все планировать, планировать на месяц, на год, на 5, на 10 лет, тогда у него все происходит намного круче и лучше. Это обыкновеннейшее действие, но оно настолько максимально работает, поэтому начните абсолютно все записывать, планировать, ну и конечно же работа. Работа вас облагораживает. Стрельцы, для вас очень важно ставить амбициозные цели. Первое, это вообще поставить для вас цель, а второе, чтобы она была какой-то большой, масштабной. Если вы ставите маленькие цели, они не особо хорошо смогут себя реализовать в вашей жизни. Также вам всегда важно расширять свой кругозор, как внутренний, так и внешний. Обязательно обучайтесь, куда-то ездите, это будет восполнять вас энергией. Скорпионы, вам очень хорошо заниматься всем, что связано с магией, эзотерикой, психологией, это то, что будет вас восполнять. Также очищайте свое пространство, потому что вы любите копить в целом все, а это тоже плохо, потому что вы тем самым не даете чему-то новому войти в вашу жизнь. Обязательно очищайте личное пространство, как физическое, так и внутреннее, избавляйтесь от всего лишнего. Все, что связано с экстримом, оно прям вернет вам энергию. Может быть это экстремальное вождение, может это какой-то аттракцион. Все, что связано с экстримом, оно возвращает вас к жизни. Весы это знак эстетики и элитарности, и соответственно вам, чтобы вернуться в позитивное состояние и настроение, очень важно создать вокруг себя красивую, приятную атмосферу. Чем-то займитесь с партнером, куда-то выйдите, прогуляйтесь. Причем, чем мероприятие будет статуснее, элитнее, чем там будут статуснее люди, тем лучше, потому что вам в целом рекомендовано общаться именно с людьми, которые что-то в жизни достигли. Девы, для вас важно начать планировать. Причем планирование, оно на самом деле дает вам определенные ресурсы. То есть, если, например, у вас нет плана, нет структуры, куда и зачем вы стремитесь, то и не приходит ресурс. Важно периодически кому-то помогать. Пусть эта помощь будет небольшая, может быть, вы соседке поможете там что-то сделать, но именно сам акт помощи — это то, что будет вас восполнять энергией. Львы — это знак, который отвечает за творчество и за игры. И, соответственно, когда вы занимаетесь творчеством, это то, что вас возвращает к жизни. То, что связано с детками. Если есть свои детки, уделите им внимание. И именно поиграйте с ним, займитесь с ним творчеством, порисуйте, сходите на аттракционы. Вот именно вернитесь вот в это детское состояние любыми путями. Может быть, вы будете играть в компьютерные игры, может быть, вы будете петь, танцевать. Любыми путями верните себя вот в это детское состояние. И тогда вы почувствуете очень большую наполненность. Раки — это знак очень домашний. Они любят домашний уют. И, соответственно, домашняя атмосфера их возвращает к жизни. Поменяйте что-то дома. Поменяйте занавески, поменяйте полики, смените кастрюльки. Внесите что-то новое в свою бытовую жизнь. Также семья — это то, что вас восполняет. Позовите домой семью в гости. Пригласите и бабушку, и дедушку, и всех родственников, которых вы любите, знаете. Потому что именно через общение с родными у вас происходит восстановление. Причем семейные истории — это то, что вас возвращает в жизнь. Поговорите с бабушкой, с мамой, с папой, с дедушкой. Пусть они вам расскажут какую-то историю. Даже не заметите, как это будет именно то, что вернет вам энергию. То, от чего вы зарядитесь. Близнецы, старайтесь больше общаться. Чем больше вы общаетесь, познаете новую информацию, тем лучше. Может быть, вы запишетесь на новые курсы, пойдете на уроки вождения, с кем-то пообщаетесь в социальных сетях. Тема общения в жизни для вас очень важна. И вам нельзя закрываться от всех и переставать общаться. Наоборот, это то, что вас восполняет. Чем с большим количеством людей вы общаетесь, тем больше у вас становится энергии. Тельцы. Для вас очень важно копить, накапливать и планировать. Если на данном этапе вы находитесь в том состоянии, что у вас, например, нет денег, то хотя бы как минимум запланируйте, сколько бы вы хотели заработать. Если у вас финансы есть, но у вас нет накоплений, подумайте о том, чтобы начать копить. Потому что без накоплений тельцам очень плохо. Энергия ваша расходуется. Вы работаете не на полную мощность. Начните копить, начните вкладывать. Причем вложения могут быть абсолютно любые. Может быть, это картина какая-то дорогостоящая. Может быть, это украшение. То есть не обязательно, что это должна быть прям инвестиция в банки, недвижимость или машина. Это может быть любой предмет, но у которого есть ценность. Овны, для вас очень важна активность. Чем больше вы проявляете активность, тем больше вас энергии. Занимайтесь спортом, бегайте вокруг дома, занимайтесь огородом. Все, что угодно там, где есть спорт. В спорте проявляйте напористость, ездите на автомобиле быстро. Вам любым путем, тем, которым именно вам откликается, важно начать транслировать энергию, и она у вас автоматически появится. Это еще далеко не весь список тех действий, которые возвращают вас в энергию. Конечно же, этот список намного больше. Под каждую карту он будет еще намного шире. Но делая даже вот эти небольшие действия, вы заметите, как намного больше у вас появилась энергии. Причем они кажутся очень простыми. Но именно из этих простых привычек и формируется наш постоянный образ жизни. Я верю, что с сегодняшнего дня станет еще больше энергичных и прокачанных людей. Оставайтесь со мной на канале и погнали дальше.